Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный, сытный, полезный салат. Для его приготовления я буду использовать куриную печень. Можно взять говяжью. Печень отвариваем. Куриную печень нужно варить не более 15 минут. Вода должна закипеть. Под соленую воду отправляем куриную печень или говяжью. Куриную варим 12-15 минут, говяжью 35-40 минут. Печень не должна стать жесткой. После того, как печень отварили, дадим ей остыть и нарежем кусочками. Я взяла 400 грамм сырой печени. В результате у меня получится нарезанный примерно 250 граммов. Также понадобятся маринованные огурчики, сыр, яйца перепелиные и помидоры черри. Ну а также для соуса я возьму йогурт. У меня вот такой густой, домашний. И майонез. Можно использовать только майонез. Можно майонез со сметаной. Две столовые ложки я добавила майонеза и одну йогурта. Также сюда столовую полную ложку укропа порезанного и два зубчика чеснока выдавила. Добавляю горчицу, десертную ложку. Но горчицу можно по желанию. Зерновую добавила, как вы видели. С ней получается очень вкусно. Сыр также нарезаем кусочками. Примерно такого же размера, как печень. Можно меньше, можно кубиками, можно соломкой. Это уже по желанию. Маринованные огурцы также нарезаю. Сыра я взяла 150 грамм и огурцов тоже три. Среднего размера огурца 150 грамм. Остается все составляющие перемешать и заправить, конечно же, нашим вкусным соусом. Я использую сыр чеддер. У меня два вида. Можно использовать любой сыр по желанию. Также, конечно же, сюда нужно добавить по вкусу немного соли. Это уже на вкус нужно ориентироваться. Я добавляю примерно третью чайной ложки соли и перец черный молотый. Здесь нужно ориентироваться на свой вкус. Лучше, конечно же, сначала перемешать все составляющие, потом попробовать и уже тогда подсолить, потому что огурцы и майонез также содержат соль. Сыр он тоже не пресный, поэтому лучше делать уже на готовом салате перемешанном. Снимаем пробу и, конечно же, тогда добавляем. Украшаем салат перепелиными яйцами и помидорами черри. Можно, конечно, использовать не обязательно перепелиные яйца и помидоры тоже могут быть любыми. Сверху немного зелени и вот такой салат получается. Можно его формировать, конечно же, в сервировочном кольце, а можно просто в салатнике. Надеюсь, вам понравится мой рецепт салата. Он вкусный, полезный и питательный. А я желаю всем приятного аппетита, всего самого доброго и попрощаюсь с вами до новой встречи. Пока-пока, увидимся!